Пока он служит своим желаниям, он не может быть счастьем. Только он начинает служить Богу, он становится счастьем. Пока служит себе, своим целям, желаниям, он не может быть счастьем. Потому что он находится в рамках кармы, судьба действует на него, а судьба, она вся находится под влиянием времени. А время в этом мире уменьшает количество счастья. Есть духовный мир, там время уменьшает количество счастья все время. Она в этом духе в арху на санскрите делает. Все возрастает счастье в духовном мире. А материальный мир он управляет материальным временем. Здесь счастье убывает у всего. Мы рождаемся, потом дальше что делаем? Молодеем? Стареем. Хоть кажется, что молодеем сначала. Но с самого рождения стареем все время. Идет уменьшение счастья. Материальное тело постепенно теряет силу и здоровье. А на тонкое тело, психическое тело, единицу времени из него все больше выходит тяжелая карма. И поэтому людей с возрастом крючат. Почему? Потому что тонкое тело, оно не стареет. Оно становится более напряженным, как более насыщенной, тяжелой судьбой. За исключением святых людей. Те, кто сдал свои экзамены, тонкое тело у них не стареет. Молодеет. Потому что тонкое тело, оно походит или на карму, и тогда стареет. Или походит на душу, и тогда молодеет. Поэтому старые люди, они или как дети выглядят, такие чистые, светлые. Или как сморщенное тело выглядят. Старые люди. Или вместе с телом стареют. Или побеждают старость. И остаются молодыми. Все зависит от того, на что человек настроен. Не расстанусь с концоволом, буду вечно молодым. Пам-пам-пам-пам. Вечно молодых не расстанусь с концоволом. Да, вот так. Вера очень важна. Вопрос, только во что верить, конечно. В концовол верить. Был такой в ведической культуре, как бы в древние времена, был такой мощный-мощный гемо злостный, который тиранил очень много людей, целые народы. Его звали канца. Канца. А консомольцы? Те, кто молится, Канца. Те, кто молится, Канца. Танцы. Канца. А консомольцы. Канца. 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 Те, кто молится. Канца. Канца. Продолжение следует... Продолжение следует... Общий вывод, который я сделал, такой, что даже теоретическое понимание тем все равно не избавляет от поведения, которое придется культивировать в себе, пока ты не сможешь стать душевно сильным человеком. Большинство людей понимают, что так не надо делать. Или понимание зависит также от опыта, от веры. Например, подошла одна женщина, она говорит, я уже достаточно молилась, но все равно осадок в сердце остался в отношении. Что делать? Молодится дальше, что делать? Ну она уже достаточно молилась. Ну что делать? Нет веры? Нет... Вот если я убираю комнату, и уже достаточно убирал ее, а все равно остается так, что я теперь делаю? Убирай дальше, пока не делешь совсем. Больше ничего не сделаю. Сегодня ко мне подошла во время приема одна женщина, смотрела мне в глаза внимательно. Олег Геннадьевич, надо сегодня говорить о том, как правильно молиться, значит все бесполезно остальное. Если это было, зачем тогда все остальное? Надо главное решить, главное решить, главный вопрос решить. Есть несколько главных вопросов в нашей жизни, которые важнее всех остальных. Но большинство людей не знают об этом, не знают, что это главный вопрос. Первый главный вопрос заключается в том, что мы слабы. Это объясняет, что душа, она летит от Бога, как искорка света от солнца, в сравнении такое дело. И когда искорка света от солнца летит, она разгорается под Родой, а что делает? Гаснет. Точно так же душа, которая погружается в личную жизнь, в жизнь во имя своих целей в этом мире, она летит от Бога в этом мире, не к Богу. Потому что, когда душа летит от Богу, то она погружается во внутреннюю жизнь, а не во внешнюю. Если внешняя жизнь, это наши идеи и цели, в которых мы живем, нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Мы хотим радости в этом мире, это нормально, человек не может жить без счастья. Но если человек думает, что это главное в его жизни, в этом суть его жизни, то он гаснет. Гаснет означает, теряет силы. Когда человек теряет силы, что происходит с ним дальше? Он понимает, что так не надо, но не может. Вот то, о чем мы с вами говорили. Мы понимаем, что так не надо, но не можем. А если еще больше теряет силы, то он уже не может понимать. Потому что знание или понимание зависит от душевной силы человека. Душевная сила дает возможность понять что-либо. Сначала человек культивирует спокойствие в своем сердце, потом после спокойствия приходит знание. Сначала спокойствие, потом знание. Никогда не наоборот. Не бывает так, чтобы сначала было знание, а потом спокойствие пришло. Сначала спокойствие. То есть нужно сначала счастье. Нужно достаточно счастья, чтобы обрести знание. Человеку не хватает силы. Сила придется в отношения. Энергия силы душевной перетекает от одного человека к другому. Когда мы находимся в замкнутом пространстве своей судьбы. Работа, дом, телевизор, жена, дети. Где брать силы? Вот эти все источники дают силу? Нет. Жена дает силу, она объединена одной силой с тобой. Работа дает силу? Нет. Он просто развлекает. Он перераспределяет ту энергию, которая уже есть. Просто развлекает. Ничего в обычной жизни у человека не дает ему силы. Его силы тают в обычной жизни жизни. Энтузиазм тает, знание тает в сердце, душа гаснет. Гаснет, значит, жизнь становится хуже, больше страдает. Поэтому отношения невозможно поддерживать. Современная психология, она учит, как себя вести внешне, чтобы поддерживать отношения. Это хорошее знание, потому что искорки нужно, чтобы со всех сторон все было открыто, хоть чтобы немного светить. Если она закрыта еще снаружи, то вообще она светить не может. Да? Ей нужно, чтобы открыть пространство. Нужно в этом пространстве все навалить. Это психология современная. Она налаживает отношения, учит этикетного отношения. Где логнуться, где подвинуть, где кивнуть. Ну, что-то такое надо делать, чтобы все налажено было внешне. Но если искорка уже достаточно слабо горит, хоть кивай, хоть подмигивай, света нет. Понимаете? Для того, чтобы пространство было освещено, нужно, чтобы был свет. У искорки нужен свет. Но современная наука не учит, как искорке быть освещенной. Не учит. Современная жизнь не учит этого. Ни на работе, ни по телевизору, ни дома, ни с близкими. Мы не говорим на эти темы. Не разгорается несколько жизней человека во всем мире. Для этого нужна внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает огромное внутреннее усилие. Большинство людей не способны это усилие совершать. Вот вы приедете домой, вам будет тяжело молиться начать, тяжело вставать рано, тяжело ограничить себя вечером в еде. И даже здесь я вижу, многие наедают все на лучшее. Не могут. Нет сил, не хватает сил. Это нормально. Это означает наши возможности. Наши возможности. Чем больше у человека душевной силы, тем больше он возможности жить правильно. Нет, не хватает душевной силы, вступает в силу желания умереть. Как оно проявляется? Желание умереть. Гаснет, когда исходит. Что происходит с ним? Следующие процессы происходят в жизни. Первое. Встает позже. Ложится спать позже. Питание смещается из дневного времени. Основное питание должно быть днем. Утром и вечером поменьше. Тогда искорка горящая, она так должна жить. Это здоровая жизнь. Питаться много, кушать днем. Меньше утром, меньше вечером. И искорка, когда гаснет, утром много едим. Днем поменьше, вечером опять много. Все наоборот происходит. Искорка, когда гаснет, у человека появляется склонность. Много работать, мало молиться. А потом, так как она гаснет, мало молиться и мало работать. И много крепкеть. Или стонать, или мучить других. А потом дышать в трубочку уже. А потом вообще не дышать. Такая перспектива. Сначала человек уже теряет душевную силу, а потом физическую и психическую. Сначала душевная сила тайн. Однозначно будет тайн, также психическая сила на втором месте. И на третьем уже физическая сила будет тайн. Поэтому, когда человек заряжает свои духовные батарейки, он орошает всю свою жизнь силой. Все ему достижения, все ему возможности будут орошаться. И вся его жизнь становится счастливой. Он вот, я счастье, вот как вчера в спектакле. Это не потому, что просто тебе так захотелось. Типа, давайте будем все, я счастье. Вот так все. Возьмите счастье. Оп. И вы, я счастье, да? Нет. Для этого нужно трудиться. И нужно знать, как трудиться. Этот труд имеет свои закономерности. Первое, что в этом труде нужно знать, это то, что счастье перетекает от старшего кладшему. От духовно более развитого человека, который является старшим. Духовно менее развитым, который является младшим. Есть одно условие для того, чтобы оно перетекало. Энергия Бога может перетекать только при одном условии. Если человек будет верить не в себя. Не в себя и в свои силы. А в старшего. И в Бога. В святость. С другим словом, в святость. В Бога. И в тех, кто за Ним идет. Потому что без Ней мы с Богом не сможем соединиться. Как вы думаете, кто более милостивый Бог или Его слуги? Слуги, потому что они несут Бога. Бог, Он недоступен. Но Он наделяет Слуги такой силой, что они несут Бога к нам в жизнь. Они стучатся к нам в сердце. Несут Бога. И поэтому контакт с людьми, которые идут к Богу, является самым важной частью жизни человека. Не поехали на фестиваль. Не получили возможности в жизни. Не получили такой возможности. В следующий раз. В следующий раз вы будете гореть. Еще меньше. Еще меньше будет возможно. Потом еще меньше. Поэтому терять возможность гореть, посещать места, где говорят о возвышенном, или святые места, или храмы. Это должно быть очень важно отмечено в жизни каждого. Потому что если человек не получает духовного общения, то он, несомненно, будет гаснуть. Теперь возникает вопрос. А есть ли такие люди, которые без духовного общения, сами по себе, с помощью внутренней жизни, способны поддерживать огонь всех? Есть такие люди? Есть. Есть. Кто сказал есть? Как вы понимаете таких людей? Ну-ка, микрофончик. Как вы себя понимаете таких людей? Ну-ка, давайте рассказывайте. Ну, я не могу, как вы это слышите. Я понимаю, но у меня есть одна человек с собой. Да? Я очень сильно сомневаюсь с вами. Я серьезно отвечаю эту тему. И я сейчас вам расскажу молитву. Если был такой великий святой, Рахам даст такую. Почему он великий святой? Я могу доказать вам по его даже просто уходу из жизни. Знаете, как он ушел из жизни? Он находился на самой высочайшей степени любви к Богу. Самый высокий уровень любви к Богу он воспитывал. У него от этой любви был такой сильный внутренний жар, огонь. Он так сильно заряжал всех людей вокруг этого жара, что когда люди просто видели его, они наполнялись любовью к Богу немедленно, просто глядя его в глаза. Когда он оставлял тело, уходил из жизни, то он пошел вместе со своим слугой в Гангу, зашел в Гангу. И в любви к Богу попросил своего слугу поливать его, по-моему, его омывать Гангой. И когда он начал умывать Гангой, у него тело начало растворяться в Ганге. Через несколько секунд осталась просто белая жидкость от него. Он его омывал просто, и он таял в Ганге. И он зачерпнул эту жидкость, просто оставшуюся его слуга. И потом сделали из этой жидкости захоронение. Я был в этом месте и чувствовал силу духовную этого человека. И вот этот человек в своих молитвах говорил, где ты, Ракунат Дас, где ты, Ракунат Дас, где ты, Ракунат Дас, я не могу без Вашей, я нищий и падший. Ни одной секунды я не смогу без Вашей милости. Он писал стихи и песни. Говорил о том, что он ни секунды не может без милости старше. Он говорил о сверхнослаблении. Но этот человек достиг сверхчастливого. Выше уже некуда прыгать, понимаете? Но если человек говорит, я сам могу молиться, мне не нужны старшие, то этот человек просто туповат в духовном плане. Он не понимает сути духовной жизни. Чем выше духовно развитие человек, тем больше он чувствует свою духовную нищету. Потому что духовное развитие означает открытие сердца. Чем больше он звать человек, тем больше он смотрит внутрь. Чем больше он смотрит внутрь, тем больше видит свои грехи. И когда человек достигает высшего развития духовного, он даже мельчайшие грехи в своем сердце видит, в отличие от нас. И очень сильно оскорбит из-за этого внутреннего. При этом он видит всех остальных как развитые души. И поклоняется всем людям. Он счастлив видеть любого человека, но в своем сердце видит мельчайшие грехи такого человека. И чувствует свою сильную потребность иметь защиту от старших. Чем меньше человек чувствует потребности иметь защиту от старших, тем меньше он развит духовно. Потому что развитие духовное означает понимание маленькой искорки. Небольшим слоном на маленькой искорке понимать. Знаете, что такое смирение? Когда человек поклоняется старшим постепенно, он начинает чувствовать себя меньше и меньше, меньше и меньше. И в конце концов начинает чувствовать себя как душу. То есть начинает видеть себя в истинном свете. Смирение означает приближение к истине. Смирение также означает чувствовать свою зависимость от Бога и от святых людей. Полную зависимость также означает смирение. Когда человек чувствует себя независимым ни от Бога, ни от святых людей, он думает, что сам может поддерживать свою жизнь. То он скорее чувствует себя Богом. И это означает самообман. Просто самообман. Человек иногда, медитируя на Бога, начинает себя с ним путать. Начинает чувствовать Божественную энергию. Он думает, что это его энергия. Такие люди тоже есть обманутые. Не поклоняйтесь обманутым людям. Не ищите с ними контактов. Когда человек считает, что ему не нужны старшие, он находится на неправильном пути духовного развития. Такой человек не сможет победить ни свою судьбу, ни помочь другим. Ну, все, все. Спасибо. Так, первая проблема, которая есть в нашей жизни, заключается в том, что нас очень сильно тянет на внешнюю жизнь. И очень сильно отстраняет судьба от внутренней жизни. Единственный способ переключать себя, переключать себя во внутреннюю жизнь, есть только один способ. Это контакт со святостью. Причем, некоторые люди с помощью внутренних усилий могут с утра начать молиться и включить переключатель, сделать переключатель самому, и тогда наступает контакт. Можно контактировать со святым человеком, со святостью самому рано утром. Приведу вам свой внутренний опыт, как пример. Каждый день я встаю рано утром, чтобы молиться. Я каждый день пытаюсь переключать надключатель свой внутренний. Но когда я это делаю рядом с моими друзьями, пусть даже они младше меня духовно, у меня переключатель переключается в десять раз быстрее и в десять раз легче. Даже несмотря на то, что я много лет уже продолжаю включать свой внутренний выключатель, и каждый день практикую молитву с утра, как минимум два с половиной-три часа. Все равно, несмотря на это, возможность самому это делать, переключаться на внутреннюю жизнь, очень слаба. А если я это делаю рядом с кем-то, то возможность очень сильна. Поэтому, если вы не столько практикуете, и у вас нет такого опыта, у вас нет выхода, вам надо стараться каждый день слушать лекции, каждый день слушать духовную музыку, раз в неделю хотя бы ходить в храм или на собрания духовные. Если вы этого не делаете, никаких шансов у вас победить свою судьбу нет. Никаких шансов нет наладить отношения, нормально жить на работе, иметь нормальное здоровье – никаких шансов. Но никаких шансов в нормальной жизни. Своими силами никаких шансов победить свою судьбу нет. Ни у одного человека. Иллюзия думать, что они есть. В этом иллюзии мы живем. У меня все нормально, я смогу сам. Мне не надо никуда ходить, никуда ездить, никого слушать. Я сам смогу победить свою судьбу. Как молоды мы были, как искры не любили, Как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, И всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, Постарайся себя не терять. Не надо верить в себя. Несколько должна повернуться к солнцу, В тени кроме федоров. Весь этот мир настроен на то, Чтобы верить в себя и лететь от солнца. Весь мир материальный, в котором мы живем, Настроен, чтобы верить в себя и лететь от солнца. А каждый человек индивидуально, Как это говорил Лев Толстой, Каждый индивидуально сам должен повернуться в сторону солнца. И сделать это можно только привязавшись в сердце святости. Святости означают святому человеку, священному писанию, святому месту, к храму, к иконе святой и так далее. Но даже если вы привязались к святости, но не имеете живых отношений с людьми, направленных на духовную жизнь, живых отношений. Даже если вы каждый день слушаете лекции, но вас не с кем обсуждать, все равно это безнадега. Нужно иметь общество людей, которые идут рядом с вами. Люди в страсти, люди в невежестве, одинокие волки. Они сражаются за свою жизнь одиноко. Как это показано в фильмах, там, в Герпахе. Я вам уже рассказывал, как это выглядит. Одинокие волки с пистолетами или с клыками в сердце. Это люди в невежестве. Люди в страсти, они живут там большой толпой. Они не одинокие, они очень социальные люди в страсти. Но они всей этой толпой идут куда? Под откос. Потому что они не занимаются внутренней жизнью духовной. Они просто пытаются наладить свою жизнь здесь, в этом материальном мире, где время всех движет. Куда? А? Страданиями. Страданиями. Так, анекдот про прежнюю жизнь. Страданиями. 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 Партии идут на говно-гу. Народ и партии идут на говно-гу. Даже переверну страничку, ничего не меняется. Она хоть и на говно-гу идёт, но вопрос куда? Понимаете? Ничего не меняется. Поэтому… Жизнь страсти не помогает. Люди в плавности объединены друг с другом. У вас сейчас у многих переход идёт. Вы думаете, ну вот я… у меня есть социум, у меня есть друзья, жена, дети. Я с ними вот в кино хожу там, мы с ними живём вместе, у нас есть цель, дом построить там, всё прочее. Олег Геннадьевич, вы нас толкаете в пропасть. Где вот эти люди в благости? Их нигде нет вокруг. Они только, может, на фестивале собираются вместе. Нет, вы ошибаетесь. Люди в благости живут внутри религиозных традиций, внутри духовных традиций. Ко мне вчера речь там одна женщина подошла, говорит, Олег Геннадьевич, вы тут своей традицией молитесь. Можно к вам подсоединиться от другой традиции? Мы, наверное, будем пытаться организовывать так, чтобы люди разных традиций, культур собирались по утрам. И просто молились вместе. Каждый по-своему. Будем думать об этом, как это можно сделать на следующем фестивале. Это надо организовывать. Но идея заключается в том, что люди в благости имеют свою веру. И вера – это не значит, что я просто что-то ношу на груди или на шее и ни с кем не встречаюсь. Это та же самая страсть, только она просто азагулирована. Благость означает, что у вас есть место для общения. Человек не просто должен быть против веру, он должен также найти себе соратников в жизни. С теми людьми, с которыми он встречается, обсуждает духовные темы, учится молиться. И хотя бы раз в неделю такие встречи надо организовывать. И у нас созданы клубы «Благость», которые дают возможность людям в промежуточном этапе встречаться с кем-то. Если у вас вообще никакой веры нет и вам не светит в ближайшее время. Ну, ходите на клуб «Благость». У нас в каждом городе сейчас есть клуб «Благость». Приходите, обсуждайте мои лекции, пытайтесь работать над собой. Делитесь, как желать счастья правильно, как вы чувствуете себя в этом процессе. Владимир Георгиевич, вы хотели сделать это? Также важно еще быть патриотом нашей Родины. Учиться, учиться любить Родину. Спасибо, Олег Геннадьевич. Я хочу обратиться. Завтра у нас во всех программках написан сплошной отдых и церемония будет. Очень интересная, красочная. Но тут вот решили завтра немножко поработать, кто может. В 9.30 у меня будет мое выступление, презентация проекта «Отряснение России. Общее дело». Я расскажу, что это. Особо приглашаю тех, кто ведет трезвый образ жизни. Еще, Олег, приглашаю тех, которые еще пока не ведут трезвый образ жизни. По праздникам употребляют или там покуривают и так далее. Для вас это будет очень полезная встреча. Ну, чтобы заинтриговать, я расскажу. Олег Геннадьевич набегнул. Но я расскажу, как Олег Геннадьевич съещал диссертацию. Это тоже очень интересная и получительная история. Я думаю, она будет всем очень интересна. Тем более, я и знал. Да, знаю. Это очень лучшая история. Вот. Ну, я расскажу, как вам найти единомышленников в этом деле в вашем городе, чем и как вы можете им помочь, ну и так далее. Будет интересно, поверьте. А вечером у меня в тот час будет другое выступление. Это моя профессиональная работа. 21 год я уже занимаюсь, что людям восстанавливают зрение без таких операций, без ничего. Просто с помощью простых, очень эффектно эффективных упражнений. Поэтому вечером в 5 часов все, кто носит очки, кто читает в очках, у кого устают, болят глаза, плохо видят проблемы со зрением у детей, у родителей, то много работают на компьютере. Обязательно приходите. Завтра в 5 часов будет мое выступление «Вернись до зрения». Мы вам там раздадим какие-то интересные рекомендации, в частности, как работать на компьютере и при этом тренировать глаза. То есть не уставать, не портить зрения, а тренировать глаза. Ну и, собственно говоря, расскажу еще вечером, интересно, есть такой психоанализ Шучко. Он позволяет любому человеку информацию очень быстро и просто превратить в знания, превратить в свое убеждение и даже в подсознательную потребность. Вот я этим тоже профессорами занимаюсь, уже 26 лет, и тоже вам расскажу, как это делается и как это сделать можно довольно эффективно. Так что завтра день профессора Штанова из Действия Казани. Всех приглашаю. Спасибо. Вот это просто вас присоединяйтесь, да, присоединяйтесь. Перенимайте вот это вот настроение быть патриотом своей Родины, быть человеком, которому не все равно гибнут люди здесь или выживают. Не все равно должно быть надо. Перемейте это настроение, настроение любви к своей Родине. Перемейте, попытайтесь это получить в своем сердце. Владимир Георгиевич в полной степени имеет это настроение. Он наделен Богом спасать страну Пьямского. Где-то 15 лет назад я, когда услышал его лекции, я тут же поставил себе на сайте, я не знаком был с Далиной Георгиевичем, когда просто увидел эти лекции, поставил там бесплатное скачивание сразу же у себя на сайте. И они у меня до сих пор там стоят. Все, кто хочет, могут скачивать. Я считаю, что это бесценный такой опыт, это возможность получить вот эту силу борьбы со страшным недугом, со страшным взломом нашей жизни, со страшным взломом нашей жизни. Мой весь рот покалечен пьянством полностью, перекалечен весь мордом пьянством. Много гибели в жизни, покалеченных судеб из-за этого бреда, за страшные эти вещи. Ну, еще раз. И, когащих. И, когащих. А ты, когащих. А ты, когащих. Если что, когащих. Убышь. А вот так же есть... Продолжение следует...